Добрый день, дорогие друзья! С вами Анна Смин на канале Питер видео. Сегодня хочу вам рассказать о покупках, которые я сделала непосредственно для дома, для хозяйства. Думаю, что может быть эта информация вам будет полезна и вы обратите внимание на те или иные товары. В и по цене, и по качеству, и помогут вам в решении домашних хозяйственных проблем. И начать я хочу с замечательного чайника, который я приобрела в магазине фирмы Regent. Это чайник со свистком, трехлитровый из нержавеющей стали. Вот вы видите, так он выглядит. Действительно посуда, кастрюльки, сковородки от этой фирмы действительно очень хорошие, очень качественные. И могу сказать по своей практике, что они используются очень долго, долго сохраняют свои функции. И поэтому всем могу посоветовать пользоваться этой посудой. Эта посуда, конечно, не очень дешевая, но, в принципе, сейчас время скидок. И это хорошее вложение, чтобы вы могли готовить удобной посуде и качественную пищу. Это, конечно, немаловажно, какая посуда нами используется. И вот, в частности, этот чайник. А вообще, я предпочитаю использовать чайники, которые практически без пластика. То есть, ручка, чтобы была не пластиковая. Затем, какие-то другие детали чайника, чтобы были не пластиковые. Но, на этот раз, мне, к сожалению, не удалось, потому что, так или иначе, все попадалось с пластиковыми элементами. Поэтому я остановила свой выбор на минимуме пластика. Это вот ручка сама, вы видите на картинке, да? Она прорезиненная. И вот пластиковая такая штучка, ручка, которую вы открываете, наливая воду. У нас плита газовая, поэтому, в принципе, конечно, можно пользоваться электрическими чайниками. Но, честно говоря, мне они не очень нравятся. И я, вот, так сказать, по старинке, да, уже в нержавеющем сосуде использую. Вообще, этот чайник стоит, полная его цена, 200. Но мне он обошелся гораздо дешевле, поскольку в этот момент в магазине были скидки. И плюс еще у меня была скидка, которую я получила ранее. И, в общем, цена оказалась достаточно приемлемой. Могу четко сказать, что, действительно, эти чайники качественные. И они вам прослужат не один год. Их очень легко чистить, мыть. Они легко, вот, если даже вы, допустим, его забрызгали, попал жир, его легко очистить. Далее. Также для кухни я приобрела вот такую стоечку для полотенец. Очень удобно, как сказать, все на месте и аккуратно. Затем, также для варки, там, допустим, овощей, яиц я купила, ну, такой обычный ковшичек, да, эмалированный. Допустим, что-то заварить, как это лучше сделать в эмалированной посуде. Очень удобно. Он недорогой, 150 рублей. Там был с рисунком, он был подороже. Я взяла самый обычный. Когда вы покупаете эмалированную посуду, обязательно обращайте внимание на то, чтобы здесь не было никаких сколов. Никаких сколов, никаких царапин. Я лично просмотрела, ну, порядка пяти ковшиков, пока нашла тот, который мне был нужен. Кроме того, в магазине я купила чехол для одежды. Он был разных размеров. Ну, вот, я выбрала один побольше, другой поменьше. Здесь размер 100 на 60. Вы можете хранить здесь верхнюю одежду, ну, и пиджаки, платья, ну, и многое другое. Вот я могу вам сейчас показать. Я уже один раскрыла. Этот побольше. Чехол, вот видите, у меня поместилось в него полупальто. И вы знаете, что мне понравилось? Мне понравилось то, что этот чехол наполовину прозрачный. То есть вы видите, что здесь находится. То есть одна часть тканевая, молния, а другая часть прозрачная. Это очень удобно, что вам не надо искать и открывать лишний раз молнию. И вы сразу же видите, что вам, что находится в данном чехле. Так, теперь средство уборки. Все мы моем полы и нам требуется швабра. Швабра и периодически, конечно, необходимо менять вот такие насадки, продаются отдельно для швабры. Они, как правило, стандартные. Вот. И вот я приобрела чистенькую. Буду мыть полы. Вот такой шваброй. С новой чистенькой насадочкой. Так, далее. Также я купила герметик силиконовый, санитарный, бесцветного цвета, чтобы обработать раковину в ванной, раковину на кухне. Потому что, так или иначе, она уже обработанная, но приходит все негодность. И чтобы не заводилась влажность, не было грибка, конечно, необходимо обрабатывать нашу раковину. И купила вот такой клей для виниловых и текстильных обоев. Столкнулась с такой проблемой, что со временем обои отваливаются вот почему-то около батареи. Наверное, такой сухой воздух, что, в общем, это так влияет. Поэтому в ближайшее время планирую немного развести клея и подклеить обои в комнате. Потому что они имеют способность отрываться. Не знаю почему. Если у кого-то тоже такая же проблема, поделитесь, как вы решаете ее. Ну и, конечно, не могла не купить. И я покупаю это традиционно, ежегодно. Я очень люблю календари вот такого формата. Он очень удобный на 2018 год с изображением летнего Петербурга. Мне нравятся такие календари. Они небольшие. В них хорошо, вот вы видите, да, все напечатано. Цифры четкие, понятные. Здесь продемонстрированы образцы страниц на каждый месяц с изображениями. Мы видим с вами Спас на Крове, Петропавловская крепость. Это в зависимости от тематики. Сейчас, например, на 2017 год у меня точно такой же календарь, но уже с изображениями залов русского музея. Я всегда покупаю такие календари, мне они очень нравятся. Я люблю такие календари. Они недорого стоят. Я этот календарь купила в магазине «Буква Е». Стоит он 169 рублей. Я получаю эстетическое удовольствие. Ну, естественно, и практическое. Потому что перед глазами все это лежит. И вы можете это все посмотреть, спланировать свое время. Сейчас покажу вам. Очень удобно. Этот календарь, вы видите, есть здесь дырочки такие. Вы можете взять какую-то бечевочку или какую-то скрепочку и подвесить этот календарь. Вот таким образом. И он у вас будет висеть и вас радовать. Прекрасная полиграфия, прекрасная бумага. Мне все это очень нравится. Яркие, сочные картинки, иллюстрации. И, кстати, у кого есть дети, в общем, это хорошее зрительное восприятие. Ребенок прекрасно зрительно воспринимает. И видит и название того или иного объекта. И это хорошо, кстати, запоминается. Вот я по практике своего сына, когда учила и рассказывала ему о нашем городе, вот использовала такую наглядность. Потому что, когда мы говорим, так сказать, не видя объекта, это сложно. А когда перед нашими глазами есть хотя бы какая-то картинка, иллюстрация, то все это гораздо лучше запоминается. Вот вы видите, красивый календарь. Разные тематики продаются на разные темы, связанные с нашим городом, Санкт-Петербургом. Ну, всем рекомендую обратить внимание, кто живет в Санкт-Петербурге. А те, кто не живет в Санкт-Петербурге, приезжайте в Санкт-Петербург и обязательно приобретайте вот такого рода календарики. Вот, ну, в принципе, это все, что я приобрела на текущий день. Вот, поэтому, ну вот, этот, видите, какой замечательный чайник. Видите, вы даже меня видите, настолько он прозрачный, я вам машу рукой. Так что буду его мыть, чистить, прокипячу перед тем, как использовать водичку в нем. И буду с удовольствием пользоваться. Вот такие покупочки были приобретены мною в последнее время. Возможно, они вас заинтересовали, и вы захотите что-то приобрести подобное и для себя. А с вами была Анна Сми на канале Питер Видео. Любите свой дом, украшайте свой дом. Скоро Новый год. Всем приятных забот. С вами была Анна Сми на канале Питер Видео. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Ставьте лайк. Всем хорошего доброго дня. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok